добрый день мои дорогие зрители друзья товарищи плотно вошли уже в осенний режим не по календарю а по погоде вроде бы даже появился оффроуд едем сегодня обалденным составом немногочисленным но очень интересно у нас три одинаковые машины но они все настолько разные что ничего общего друг другом не имеют как факт для исключения хотел сказать фар но вижу у вадика фары тоже отличаются у нас есть саня уаз военные мосты 35 колеса все блокировки есть женя бортовые редуктора а трактора т-40 все блокировки и 40 вторые колеса и замыкает наше трио вадим на розовом уазе 101 номер прямые мосты но эта машина спортивная очень легкая ты плюс один скажем так ни много ни мало спортсменов глина в прекрасной кондиции едется не очень просто но едется женю бы вперед напустить пропустить но мне кажется после этого саня уже слишком будет застревать по причине клеи женя за собой оставляет конечно по колено высотой клеи 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 что мне всегда нравился у вадима прозрачный капот смотрел камеру не разглядел но мне показалось уазик аж на дыбы пристал и женя кстати для такой простенькой для него трассы очень сильно стравился не знаю как вадима будет ехаться по рейненным следам а нормально чуть-чуть не доехал всего лишь надо было убрать трос и машинка помчала саня едет по более простой траектории саня едет по более простой траектории Вадим за ним здесь в принципе все просто тривиально и понятно сейчас мы Женю попросим попозже интересно Женя не решил подписаться что все решили поехать по объезду хотя здесь я вам скажу мне кажется было бы сильно поинтереснее Таня сегодня сюда плотно на объездках попахивает тем что мы сегодня без лебедок будем попахивает тем что мы сегодня без лебедок будем только я убираю камеру так что саня поврюхивается в какую-то чачу но и там едет спокойно тарелку так что так что и и и и и и Почти достает до мостов Вот здесь, наверное, придется подгазануть даже Нет, смотрите-ка Прекрасно Сейчас, кстати, сравним клиренс у Вадима, если не память КПО 36,6 размера этих колес Но мостом он все равно чертить будет В этом и разница вояк и прямых мостов Стой, подожди, я палку достану, не страшно, вперед проесть чуть-чуть Женя, понятно А, сама выпала Сюда, похоже, ездят только сильнейшие Судя по тому, что совсем не раскатана Вот здесь Да, видно, что колеса крутятся быстрее, чем он едет Резина совсем замыливает Но шанс раскатать, это есть На следующий разгон пойдет Молодец, не доводит до полной остановки Специально раскатывает себе хорошую разгонную И без проблем вырывается Вадик в априори выбрал себе более сложную траекторию С той стороны должно быть поглубже Но нет Правое колесо хорошо цепляется за твердый грунт И проезжает Ну, Евгения тут, само собой, сами понимаете Да, Жень, там дальше припасено Нравится мне, конечно, и цвет, и концепция Дорожка для стока у нас идет по той стороне в объезд Мы же так не делаем Во-первых, чтобы сток мог продолжать Безмятежно покорять Оффроуд А во-вторых, ну Нам же нужно веселее Не проехал с первого раза Все, смотрите, ни на чем не сидит Просто настолько липкая грязь Здесь все-таки решил объехать Не беспочвенно он это решил Все правильно сделал Вадиму либо разрез, либо газами Мостом чертит, но опять-таки, посмотрите Абсолютно ничего не мешает ему Без каких-либо затруднений Продолжать ехать по такшенной колее Кстати, а вот с Женей Тут может сыграть в лую шутку Лишний вес его автомобиля Провалится, не провалится Ну, подпровалился Но трактора свое дело делают И делают его очень хорошо Когда-то здесь была настолько лучшая Ой, лютая лужа Что сидели здесь даже самые сильнейшие То есть сейчас, как мы видим Просто вот спокойно на второй передаче Александр ее проезжает Впереди у нас долгая тряска Не думаю, что будут какие-то сложности Но за год нашего отсутствия Под размыло тут не кисло Была засуха Но пару мощных ливней все же было Да не, это просто как ступенька в городе Ничего такого Планируют трос на капот перецепить И правильно делают Просто вот эта малышка Отпускает только лучших из лучших Ой, криво решил заехать Зато посмотрите, как подвесочка Работает Отрабатывает свое дело Не, ну здесь говнолин просто 10 из 10 Хотя Дальше Так Работает Очень хорошая улазика. Мы потом отсюда уйдем на болото. Очень мне интересно и разница в весе, и в колесах, и в понижайках, и все вот это вот. Но Женя тут понятно. Ого, я уже провалил. Когда-то у нас на эти трассы уходили практически сутки. Сейчас же мы едем по несколько часов. Приходится дополнительно придумывать себе развлечение в виде болот. Машины стали очень крепкими, прочными, надежными. Единственное, вот на улазике уже начинает кузов подводить. Местами появились практически сквозные дырки. Но оно и не мудрено. Так что, возможно, мы скоро увидим новый кузов. А может быть, все переставим. Короче, не знаю, как оно будет выглядеть. Может быть, просто на эту раму навесим другой кузов. Может быть, на новую раму навесим все, что сюда впихнуто в мосты. А может быть, мосты целиком. Короче, возможно, в следующем году ждет уазик переделка. Кстати, часто спрашивают, где можно купить такую заготовку УАЗ или Ниву, отечественную. На самом деле, все просто. Все эти машины также продаются и на дроме. На дроме вообще самый большой выбор автомобилей. Поэтому вы там сможете найти себе любое авто. И отечественного производства. И японское, и немецкое, и американское. И даже самоделки. Поэтому скачивайте дром. Ссылочку на приложение дром специально для вас. Мы оставим в комментарии. В закрепленном. Не стесняйтесь. И не забывайте скачивать. А лучше даже прямо сейчас поставьте на паузу. И сделайте это. Я бы хотел такую котлету. Мне кажется, это точно будет веселее, чем то, что сейчас у нас. Ну и прохладнее. И в дождик не так весело. Зато легче. И вид имеет. А еще Саня сказал, что у него где-то лежат фары от гелика. Но увазит. Надо будет тоже их прикрутить. Без проблем. А вот тут может быть интересно, потому что визуально не хватает клиренса на выезде. На этом мы узнаем только, когда Саня подъедет. А вот и для Владислава работка нашлась. Все, смотрите, как безнадежно сел. Не зря это все сделал. Вообще ничего не проехал. Просто сразу же сел. Приклеился. Класс. Да, сильно приклеенный был. Причем посмотрите на ступеньку. Он ехал, ехал, ехал и сразу же упал. Хотя, судя по следам, он не сильно-то рыл мостом. Он больше просто замылилась резина в этой глине. Запас по клиренсу был. Вот то, что вы видите, след по центру. Это детский лепет для увазика. Ну и здесь чуть-чуть содрал, но это мелочи. Действительно, просто не хватало резины. Поэтому, если бы у увазика был должный зацеп, ой, должный клиренс, возможно, он бы и проехал. Много советов было на тему пролететь газ в пол, но мне кажется, Вадик, да, он будет делать правильную вещь. Будет пробовать идти в разрез. Меньше проваливается. Но, правда, где ехал Саша, возможно, там и была колея просто затянувшаяся. Плохо завел, плохо завел. И из-за этого, кстати, стащила морду. А вот отсюда уже есть шансы не выехать. Нет там. Так, ну а Женя я считаю только прямо. Без вот этого вот всего. 42-е Т-40 против Вояк 35-х. Там и запас, я вам скажу, и по клиренсу был, и трактора, конечно. Трактора это трактора. Кстати, была у нас еще шальная мысль тут. Ну, правда, у нас это без сани. У нас с Темой. У нас же лежат отличные покрытия 38-е. Кинкобры, которые как богер. Но только дешевле и, возможно, лучше. Может быть, стоит попробовать их навесить на УАЗик. Мы обычно тут едем в другую сторону. Сейчас едем обратно. И тут открываются новые горизонты. Новый оффроуд, так сказать. Саня, похоже, решает схитрить. Хорошо сравлена резина. И это, безусловно, очень сильно помогает. Вадик совсем берет с запасом. Но риска для переворота здесь нет никакого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это опасно. Видите, что я по диагонали снимаю. Облокотился на дерево. И оно все в смоле оказалось. Понял, что опасений никакого нет. Решил заехать по прямой. Без проблем. Ох уж эти трактора, а. Как зацеп. Его аж прям... Я чувствую со стороны этот зацеп. Колеса божественные. Да и вообще у вас хорош. Это как так? Ты про то, что он уже остановился, но за что-то зацепился и поехал? Да, это нормально заехал. Не знаю. Может быть лишний вес. Но зацепа прям, я говорю, видно как вгрызаются. Наверное, да, было вот такое заторможение из-за веса, возможно. Остановишься. Остановишься. Мы там просто параллельно еще грибы собираем, если честно. Вот это грибов. Видимо, невидимо. Вадик, смотри, а вот этот красавчик. Да, грибов что-то это. С перебором. Так, было принято решение немножечко рискнуть все-таки и попробовать проехать вот это, но наполовину. По рассказам знающих, здесь еще никто не проезжал. Возможно, есть шанс сужения. Я не знаю, будет ли он проверять или нет. А Саша решил себе, по-моему, геморрой создать на ровном месте. Хотя нет, смотри-то. Ой, какой дождик грибной. Обороты двигателя сейчас примерно 3. Да, и даже выскочит. Стой, елка. Ну, короче, сейчас тут будет много рулежки, но он точно выйдет. Что-то у него какой-то очень безопасный режим включился. Посмотрим, какой стиль выберет Вадим. Вадим, похоже, выбрал стиль ехать прямо до упора, что ли. Блин, ну ВАЗик на самом деле у него очень хорошо ездит. Пытается свалить на бочок, но у него, конечно же, ничего не выйдет. Слишком, слишком высокий бортик. Но понижайка космос. Похоже, зря Саша объезжал. А нет. Ты корку уже вернул? Ой, мне кажется, зря пока ехал, надо было ехать. Ну, Вадиму виднее. Он точно знает лучше. И свою машину, и как это правильно делается. Интересно, газ в палац или будет уходить налево? Уходишь направо. Запах непередаваемый. А он сможет, ребят. Он реально сможет это сделать. Но ступенька, мало того, что жидкая, она еще очень, я вам скажу, забористая. Уклон у нее в путь зарос. Такая понижайка. Мотов почти в отсечке. Тачка едет не отлично. С передаточными числами там все отлично. Нет передней блокировки. И, возможно, это сыграет за свою шутку. Там очень удачно встало бревно. Как раз он за него будет цепляться. Но, похоже, он уже не может набрать скорость туда. Хорошую яму нарыл для Жени. Но с Жениным клиренсом он этого даже не почувствует. Так, а теперь у нас Женя. Ну, у Жени, я считаю, не должно быть никаких проблем. Идет все равно аккуратно. Виталик высказал свое мнение, что... Вот это поворот. Знаешь, здесь никогда никто не мог проехать. А теперь точно. Сейчас должен. Женя готовится, настраивается на рабочий лад. Давай сюда. Да, наверное, взять левее. Здесь будет... Да, да. Они скользили. Они скользили. А с колеса на них. Ты передам ее по нами убрал? А я их не веду. Но Женя точно сможет сдать назад. Стой! Не-не-не-не-не. Все, все, все. Все, нахуй. Я там стадюсь. Он зарыл, да? Без чего-нибудь. Это уже можно и сломать. Видно, что нагрузка большая. Лучше не рисковать. Вы знаете, Женя даже неохотно на лебедки выезжал. Видимо, вес настолько большой, настолько сильно колеса топлены, что лебедочки не очень просто. То ли дело у Вадима лебедка, но я единственное пропустил. Но я думаю, мы это еще увидим. Механическая лебедка. Это просто телепортатор на болотах. В свое время это было непроходимо. В наше время это стало проходимо. Для Жени это, в принципе, слишком light. У нас скоро будет уровень босс, где мы все будем сидеть. Саня сказал, что все нормально, я смогу. Когда мужик отвечает за свои слова. Мужик сказал, мужик сделал. Представляете, как глубоко. Даже у Жени по фару ушло. Чтобы у Жени не скрылась фара, это я вам скажу, будьте нати. Если получить ложь. Конечно. comparisons. Какой Вас, ещё раз к боссу! Хорошо. Нет, просто я Childish.